Субтитры делал DimaTorzok 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 кусок Чехословакии и Германии. Ну, естественно. Естественно, это будет причина. То есть, восстановление исторической справедливости. Германия... А дальше... Дать я расскажу, раз уже спросили. Германия заберет Бреславу, то, что сейчас Вроцлав, Щецин, то, что сейчас север Польши. А на Польшу в качестве компенсации дадут возможность забрать Львов, Тернополь, и Украина вернет исторические территории, которые никогда не принадлежали. Это весь юг. Конечно, весь юг. Одесска, Николаевская, Херсонская, Запорожья. Конечно, вернет. Днепропетровская, Кировоградская, Харьковская, Донецкая, Луганская. Ну, вернет, безусловно. Они никогда Украине не принадлежали. Ну так вот, а вы говорите, Украина не разделится. А зачем? Об этом говорю. Ничто не будет Вернется, вернется. Вернется, вернется. Вернется, вернется. Хуже, 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 хуже. Сейчас куда-то Орут, Будто куда-то идут. А никуда не идут. Ну, я же об этом. Если все было бы лучше, 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 Ни о ком разделе никто бы не говорил. А я говорю о возможном разделе. Им это потому, что все хуже, хуже, хуже. Вы же логическую цепочку выстроите. Раз, раз не нравится. Хуже, хуже, хуже. Это называется, что Банивар не выдержит двоих. Регионы-доноры, за счет которых Харьковская, Днепропетровская область, за счет которых паразитирует остальная Украина, бездельница, они захотят, когда всем встанет не в моготу, они поймут, что Банивар не выдержит двоих. Они поймут, вы понимаете, даже, вот давайте на примере Донбасса. Они и то разделились ДНР и ЛНР. Хоть можно было просто сделать одну территорию, было легче. Но это им Россия не дает сделать одно государство, поскольку... А ну конечно, да бросьте, изначально было ДНР и ЛНР. Было, изначально, да, было. Потому что это были разные области, изначально было. Ну, какие области? Ну, там проживали одни люди с одним менталитетом. Одни люди, да. Ну так, если бы договорились, кто главный, они считают области главного. Я понимаю вас. И никогда не договорятся, кто главный. Надо же знать менталитет украинцев. А вы в Украине жили когда-то, да? Да, я родился и 27 лет прожил в Запорожской области. Как вы, в Мелитополе, небось, или где? Нет, Орехово. А, понятно. Ну, я вас понял хорошо. Никогда. Ну ладно, я мысль вашу понял, да. Хорошо. А остальное, понимаете, я это понял, когда полдня, когда были перед выборами Ющенко Януковича, когда полдня стоял за Ющенко, а второе полдня перебивал на другую сторону дороги и стоял за Януковича. Так это шо? Это ж гроши просто. Конечно. Ну да, игрались. Доигрались. Ну а теперь, теперь получаете. Ну да, я с вами согласен. Ну хорошо. Спасибо. Всех благ вам. До свидания. Да, о чем спросят, а то мы беседуем, если коэффициентный. А вы откуда будете, если не секрет? Я-то из России буду, в Сибири. Ну а город какой? Ново-Николаевск. Ново-Николаевск. Это, по-моему, Дальний Восток, нет? Нет, не угадали. А вы-то откуда будете? Какая область? Вы откуда будете для начала? Ну что, для начала я вас спросил, я вам отвечу. Ну я же вам, блин, на допрос столь пришел. Вы спросили, я ответил. Россия, Сибири, Ново-Николаевск. Область какая? Немного я вам ответил. Нет, область... А всего лишь у вас спросил, вы откуда будете? Ново-Николаевск могли бы не говорить, могли бы просто область сказать какая. Вы спросили, у меня город, я вам назвал город. Извините, хорошо, я буду Харьков. Но... У вас-то какая область? Вы, наверное, работали в милиции, да, долгое время? Нет, но у меня юридическое образование есть. Ну я смотрю, вы так допрашиваете, откуда, улица там... Да, специально есть уголовный процесс. В милиции работать не нужно иметь высшее образование. Ладно. Так область свою скажете, нет? Да, пожалуйста, новосибирская. Ну вот другое дело, да. Ясно. Хорошо, ладно. На какие темы беседуете? Может вопросы у вас интересные есть? Ну для начала, вот куда вы движетесь, какая цель, к чему стремитесь? Ну это как я спрашиваю, как у вас как будто в этом представителях Украины. Я... А, я думаю, вы меня лично спрашиваете. А вот... Нет, ну мы же как бы Россия, Украина. Да, меня вот заинтересовало, но Новониколаевск, это... А какая станция у вас ближайшая по Транссибу? Новосибирск. Новосибирск, да. Понятно. Ну хорошо, хорошо. Это какой-то общий вопрос, куда вы движетесь, кто куда. Каждый политик движется в свои... Ну как вы считаете, вот ваше государство, куда движется ваше государство? Ну я надеюсь, что она движется к мирному разделу. А, все-таки разделу. Часть в России, часть в Польше, Румынии, Венгрии. Ну, скорее всего так, но не обязательно. Может быть, три части, теоретически, они никуда не пойдут, будет просто три государства. Ну как в Югославии, это же не значит, что если там Босния отделилась, она кому-то присоединилась. Она стала отдельным государством, была частью Югославии. Может быть, такой вариант. Вот разделиться будет. Вы считаете, что западная, а вы считаете, что то государство, которое никогда не было государством? То есть, те же националисты, думаете, смогут сделать свое какое-то государство? Многие государства возникают впервые, при этом до того таких никогда не было. Никогда не было Словении государства. Никогда не было Боснии государства. Вот разделили Югославию, стали новыми государствами. Была только Сербия. И вот Хорватия, я не помню точно. Была только вот из этих государств, была только Сербия. А как отдельное государство. А остальные куда-то входили. А вот они стали новыми государствами. Ну вот, примеров полно исторически. Словакии не было раньше такого государства. Была и Лево-Чехия, и Лево-Чехословакия. А Словакия куда-то... Но уже равно они входили в государство, государственные люди были когда-то. Входили, но самостоятельные государства не были. А вы считаете, я вот не думаю, что там эти нацики смогут создать какое-то государство? У них ОУН, УМСОУ, ПА. Никогда не пытались два раза, и у них не получили. Вы имеете в виду Западную Украину? Ну, она, наверное, в Польшу. Наверное, в Польшу идет. Там, так сказать, уже все готово. И Евросоюз, члены Евросоюза Польши. Ну, и эти концлагеря опять там они открывают. Ну, а Центральная Украина наверняка будет отдельным государством. А Восточная, либо в Россию, либо тоже будет отдельным государством. Ну, а Центральная-то какая? Ну, что вы не знаете, если в беседочке по Украине. Центральная это от Полтавы до Хмельницкого. Центром в Киеве, это Центральная Украина. Ну, я думаю, это будет опять же Россия. Почему? Да я не думаю, что Киев будет Россией. Ну, почему? Они привыкли паразитировать на регионах. А тут они... Ну, а кто им даст паразитировать? Вот именно. Они в Россию не пойдут, им никто больше паразитировать не даст. Вот поэтому... Поэтому они пойдут. А за счет чего они будут жить-то? Будут паразитировать на меньшее количество регионов. Что останется? Останется у Киева Винницкая область, Черниговская. У Черниговской, правда, может, отойдет к России. Хмельницкая, Житомирская, Полтавская. Тоже к России убегут. Полтавская. Красиво бежит Харьковская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская. И то вот эти три области под вопросом. Потому что у Киева будет нужен выход к морю. Они уцепятся за Одессу, уцепятся мертвой хваткой. А Харькову и Запорожье, ну и Донбассу, надеюсь, удастся оторваться. Я так думаю наоборот. Вот как только российский солдат пересечет границу Украины, вот это вплоть до Киева, там будут и за Киевом будут везде его встречать с цветами. А эти все бандерлоги будут висеть на столбах. Это вы преувеличиваете. Граница менталитета Харьковской и Полтавской области. Вот в Харьковской области про русский менталитет, а в Полтавской уже про украинский. Если, утрированно говоря, в Харькове будут встречать, а в Полтаве уже не будут встречать. Будут. Ну, я не против, что вы такой оптимист. Считайте, что будут. Я даже не буду вас разобеждать. 72% проголосовали, думали, что Зеленский будет нормальной президентской. Я понимаю, 73%. Все за русский мир голосовали. Но вот оказалось, что... За русский мир там были представители более яркие русского мира. Однако за них, к сожалению, не проголосовали. Ну, народ еще глупец, конечно. Там были именно... Зеленский, он видно, что не то, что центрист. Конечно, он лучше Порошенко был, поэтому за него проголосовали. И сериал сыграл свою роль. А были люди непосредственно могли бы за Мураева проголосовать, за Вилкула. А Мураев, кстати, он же не выставлял. Ну, а не с Вилкулом какая-то нехтемная история. Они же парижки, Вилкул выставлялся. Молодец, вы знаете. Вилкул выставился, но он типа как... Как посланник Мураева выступал. Потому что у Мураева все-таки более популярен его партия. А выставление Вилкула, как-то они решили мир с собой. Не знаю почему, но вот так у них получилось. Вот это вы показываете старый Харьков. Да, да. Ну, кстати, тут чуть-чуть опасно. Тут сидите. Напишут на вас донос. Это у меня под VPN-ом Украина. А сами откуда? Ну, ясно. Торонто, Торонто. Кстати говоря... А сами вы? Да. Что сами вы? А сами вы их Аркопчане? Да, да, да. Если... Я вижу, мужик, спросил, потому что я по Трансиву много наездил, работал по Трансиву. Ну, давайте я вам это тоже так. Новониколаевск – это первое название Новосибирска. Ну, вот меня это смутило, что такой станции нет. Но я помню, что... Я просто остался мне в Асси, да. Что в 20-каком-то году переименовали. Да. Потому что я знаю... А, ну, вон что-то... Сейчас посмотрю, чей Крым. Он... Я помню, Омск, Барабинск, Новосибирск. Если ехать по Трансиву. Да, да, да. Все правильно. Да, правильно. Ну, ладно, всего вам доброго, хорошо. Ладно, жду вас на канале. Удачи. Всех благ, да. Что рассказываю? Откуда будет я с ней сейчас? Из Украины. Что это за ответ? Город какой важен? Да не ебет тебя. Какой? Не ебет, говорю. Ничего не понятно. Ладно, вопрос есть интересный? Да, вообще-то. Когда вы преклоните колено перед Украиной? Перед геополитическими слабостями никто колено не собирается преклонять. Это, конечно, албанец, албанец бы вас спросил, когда вы преклоните колено перед Албанией, например. Ну, такая себе информация. С какой радостью кто-то перед вами должен колено преклонять? Ну, вы же ничтожные. А вы? А вы? Нет, мы велики. А чем вы велики? Ну, потому что Украина, она как бы много веков живет, а Российской Федерации как бы не было никогда. Ну, как-то, украина живет с 91-го года, еще несколько лет, ну, периодически жила с 17-го по, ну, я имею в виду как геополитическое образование, по 22-й год. То есть, УНР, потом ЗУНР и так далее. Вот вся жизнь геополитической Украины. До Первой мировой войны Украина никогда не имела своей государственности. Как территория была, да. Да, и что дальше? Да к Российской Федерации ж никогда не было. Ну, Россия была, по крайней мере, Российской Федерации. Российской Федерации, что вы мне... С 1721-го года. Российской Федерации не было. Но Федерации с таким названием не было, да, Россия была. Это ошибка российских институций, что они приняли название как альтернативное Российской Федерации. Приняли бы просто Россия, как второе название. И сейчас как второе, а вообще бы единственное, то бы не было у вас таких аргументов. Да, действительно, Российская империя не была Федерацией, потом не называлась Федерацией. А вы из какого города, кстати? Ну, вас не должно это ебать. Ну, не хотите разговаривать, не надо, не надо. Мы же разговариваем, это очень важно, кстати говоря, для разговора. Мы так думаем, что это важно. Нет, это важно. Просто у вас аргументом как бы ноль. Общаться с человеком. Я вам скажу, что если вы не акцептируете аргументы, то не знаете, что это будет. Ну, хорошо, я вижу, вы не намерены общаться, ради бога. Или у вас есть какая-нибудь вопрос? Ну, вообще-то есть. Ну, давайте. Вы думаете, что Россия должна свои порабощенные народы отпустить? Ну, пары есть, а не порабощенные, если они захотят, наверное, да. Со временем. А что мне, кстати, все время за Россию спрашивать? Интересно. А за кого они спрашивают? А? Ну, россиян. А за кого они спрашивают? Ну, россиян, наверное, нужно про это спрашивать. А вы кто? Конь в пальто. Надо было спросить, вы там из России, не из России, для начала. Ладно. Логического мышления у вас нет. Еще какие-нибудь вопросы есть? Конечно, вы считаете себя умнейшим. На этом мы порешаем. Ну, если нет больше вопросов, то я там пришел. Так и не скажете из такого города? Нет, ну, просто, может быть, если вы из нужного мне города, может, беседа еще продолжится. Ладно, прямо вас прошу, чтобы не тянуть, вы из Харькова или нет? Нет. Ну, тогда вопрос закончен. Я харьковчан еще тогда, если беседы о вопросах, проблемах города. Ну, а я рада. Хорошо. Все? Вопрос к мне был. Слава Украине. Что? Слава Украине. Ukraine has to be split up out. Знаете, что это самое? Сейчас изменили отзыв. Я вам сейчас даже могу показать копии. Где-то у меня есть. Я сейчас его могу найти. Байден прислал нотис ордер Зеленскому. Знаете, такое нотис ордер? По-русски это директивное указание. Что ответ на слоган «Слава Украине» has been changed. Current one is героем славы, а new one is Ukraine has to be split apart. Поскольку вы имплементировались со временем в англо-саксонский мир и будете включены в США, несколькими штатами США, значит, будет вот, постепенно нужно переходить на английский. Мова выкинуть нахер. Свою жёвто-блакитную тряпку тоже выкинете. Будьте вешать вот такой флаг, американский. И всё будет, всё будет с оленем окей. Ну шо ж, я считаю это позитивно. Ну вот, наконец-то, что-то вы считаете позитивно. Украина будет разделена на три штата и тремя штатами. Eastern Ukraine, Central Ukraine, Western Ukraine. Войдёт в состав США. Я считаю, что лучше дружить с американцами, чем с россиянами. Так не только дружить, вы вообще будете, так сказать, штатами США. Тремя, я же говорю. Ну вы. Eastern Ukraine, Central Ukraine и Western Ukraine. Вот Зеленский... Это отлично. Не исключено, что Зеленский поедет в Штаты в качестве президента Украины. И вернётся уже в качестве генерал-губернатора Штата Центрального Украины. То есть, Central Ukraine. Я считаю, что это отлично. При этом, штатам Eastern Ukraine будет назначен Михаил Макович Добкин. Уже в документах он значится как Майкл Добкин. В документах Госдепа как перспективный глава штата. А штатам Western Ukraine будет назначена Ирина Васильев Фарион. Ирин Фарион, она уже значится. Да, что у вас горит от этого? Что? Почему у вас от этого горит? У меня разве горит? Я вам даю... Это у вас горит. Я вам даю инсайдерскую информацию. У меня разве... Я этому... Откуда вы взяли, что у меня горит? Ну... Ну, что ну... Я так предполагаю. Плохо предполагаете. Полное отсутствие логического мышления. Это наоборот позитивно. На востоке... На востоке весь будет вычищен от мовы. Будет только английский язык и русский частично. Я же поэтому спросил из такого города. Чтобы дать вам эту информацию. Потому что разная будет политика штатов языковая. В частности. Ну, не хотите, не говорите. Ладно. Так вы же сами в английском не бум-бум. Вам бы об этом разговаривать. Почему? А вы бум-бум? Нет. Я английский неплохо знаю. Окей, давайте начнем поговорить в английском. Может быть, у вас есть какие-то вопросы для меня? Я не знаю. Если это не так удобно для вас, вы можете поговорить с меня в английском. Украина должна быть разговариваться. Вы согласны или не согласны? Украина должна быть разговариваться. Вы согласны или не согласны? Я думаю, что это не для вас, чтобы решить, если украина будет разговариваться или нет. Я там живу, а в англоязычной стране. Поэтому английский знаю хоть не флюет ли, но знаю. А вы нет. Так что вот так. Так а ты же не ответил, петух. Я тебе все ответил. Ты же не ответил, петушила. На твой глупый вопрос, ладно. На английском давай, урод. Окей. Украина не имеет основной функции. Украина не имеет значения. Украина не имеет значения в том, что вы говорите, а не окажите. ukraine should be should be split for three parts eastern who has opportunity to split ukraine all mankind all countries should have no no one country has opportunity to all neighbors of ukraine plus united states and people of current ukraine мужик 43-миллионную страну не разделяют по хотели так не работает но разделяют по конъюнктуре по мировой конъюнктуре еще большие страны разделяли ну во-первых югославия была примерно такой страной за разделяли свое время в 70-е годы объединенная арабская республика которая насчитывала 100 миллионов уар называлась ее разделили на египет сирию еще кого-то это так к примеру так что вполне именно если бы она была внизу не 43 миллионная как вы говорите а меньше топа никто бы не делил а ее отделят именно потому что она вот такая большая да это в ваших интересах разделиться то тоже за вас возьмут и в евросоюз мелкими странами 3 3 тремя каждый вот из трех частей из новых стран а 43 до слишком большая чтобы вас брали в евросоюз это в том числе и в ваших интересах раздел я считаю что типичный болтун зашел в интернет и бездель чего-то болтаем все это рулетки понятное дело но это общие прерогативы от рулет понятно ну хорошо ладно так и не скажешь свой город или хотя бы ну просто чтоб я обрисовал бенефит и для твоего города раздела украины по моему мнению а ты обрисую свое мнение а теперь сцена как тебе сцена? что как мне? сцена ну никак Так? Чего? Колос на глиняных ногах. Ага. А как в ненешней России? Нормально. Да? Так а в чем разница? Во всем. Разные, так сказать, общественно-экономические истории разные. Там социализм был, а тут капитализм сейчас. А Путин новый лес? Да. А кто такой Путин? Вы откуда сами будете? С Киева. Ну я с Харькова. Ну, и что? Ничего. Ну, Путин круто. Кто такой Путин? У меня такой одноклассник был. Хорошо. Зеленский круто. Зеленский? Лох. Медведчук. Чего? А кто? Медведчук хорошо? Медведчук? Ага. Ну, так себе. А кто кто? Я за Мураева. Я за Мураева. Хоть Мураев и... Он за совок топит, но... Мураев. Мураев. Так это... Мураев. Ну, других Мураев для вас... Мураев, так это с пытлами Качука, Мураев. А вы за кого топите? За пороха, что ли? А мы за кого? А мы за Медведского, блядь. Мы за Украину топим. Ну топите. А я против Украины. Украина это, знаешь... Украина... Пошел нахуй, сука! Едь к себе туда, блядь. В Ростов-на-Дону, блядь. Украина это гнойная отрыжка коммунистического режима. Мне насрать, что ты там думаешь. Ты, тварь текущая, едь в Ростов-на-Дону. Все, пока. Давай. Давай что-нибудь еще спроси. Давай. А что у нас? Ну, например, типа, а как ты видишь будущее Харьковской области? Что-нибудь такое. Я надеюсь, слабо-женщина будет независимой. Да? От кого? От кого независимой? От Украины. От кого? И все? Только от Украины? Ну, независимой. Сейчас она в Украине находится. Да. Значит, от Украины будет независимой. А слушай, а бывает такое, что какая-то область от кого-то независимая? А может быть, от кого-то она все-таки зависимая? Бывает такое? Как ты думаешь? Бывает, бывает, бывает. Да? А может быть, слабо-женщина будет от кого-то зависимая? Как ты считаешь? может быть и от кого от кого два варианта либо от россии либо это евросоюза но и как ты думаешь два варианта либо от россии либо от евросоюза как и вы как и оставшиеся украина в центре украина останется в районе центральных областей запад идет в польшу а вы останется украины вы тоже будете также зависимы от евросоюза послушай больше не такая страна как россия ей не нужна западная украина знаешь почему возьмет и прогонится и тех кто поздно и после слива этого года всех прогонит обратно в хмельницкий венецию а поляки за счет реституции вернут свое свое слово во львове там где все сумасшедшие выступают там тебе будет место там где все вот львов возьмет а там по факту ты за щеку возьмешь ты же сам захотел спрогнозировать будущее вот я тебе описываю возможно возможно и будущее возможно и по-иному больше не возьмет западную принять давай объясни почему объяснил но это еще не был советский союз советский союз был с 1922 года а ленин терминировал донецк криворожскую республику и засунул его в украину восемнадцатом году на то пошло вот зная на будущее на ручку чушь от хорошего если бы ленин не засунул значит дкр в украину это бы дкр не было бы в украине на 91 год а было возможно отдельная республика вот харьков в донбасс запорожье было поляной республики они бы вступили в развал ссср своей державой они они в составе украины вот так было бы хорошо не так ли надо собрались три пацана блять сырали в карте распределили где россия не украина блять и так далее слушайте извините а как вас по имени и отчеству олег меня зовут олег по отчеству да по отчеству не нужно олег просто ну мне так не ну просто я не привык к старшему обращаться называя олег васильич на хорошо олег допустим батькович олег бать если бы как как вы бы отнеслись к тому что если на данный момент вообще в общем если бы там ситуация так развилась что получается донецк луганск одесса запорожье пошла к россии харьков забыли харьков еще плюс не пропитывать нормально бы отнять но это же территории их правильно конечно которые большевики отдали украине я сама про это и говорю но это было бы нормально для украины лика для украины это было бы плохо для этих территорий было бы нормально еще еще вопрос извините что перебиваю допустим учитываем то что там относится харьков донецк луганск одесса уходит петровск уходит к украине еще один фактор если другая сторона украины переходит другую ну отбирают у нее стороны кто не отбирает пускай поляки забирают киев поляки больше но украина останется киев венеца хмельницкий житомир областей 6 останется украина нормально ну по центру получается правда по центру да ну и получается как не было полтава еще останется но ее получится как не было так и нету остается просто вот поднепр что есть существование она вернется ну она вернется к своим историческим границам это справедливо и нормально вы считаете нормально правильно конечно мы это ну я тоже считаю это нормальным и дай бог конечно здоровья украине ну то что она сейчас делает это совсем ненормально но это ненормально поэтому здоровья не нужно желать а вот украине которая образуется в исторических границах желать составе 6 областей когда я прошу прощения в чем она нормально считается в чем не нормально чем она базу но я чем она образует выяснили что вас на юго-восток украина уйдет отделиться от украины уйдет в россии там или не идет другой вопрос но это мы образно говоря взяли западная часть уйдет там в польшу венгрию и тогда больше полякам останется от украины 6 областей 67 областей вот это будет нормальная украина то бишь то центр до центральная украина и вы считаете это будет страной она будет считаться страной но почему не будет в европе есть намного меньше страны чем то что останется на украине в будущем это будет страна скажем так которая все равно будет в несколько раз больше норвегии или швеции но это просто мое мое мнение это просто область какая-то будет чья-то область или финляндии нельзя же отказывать украинцам в праве иметь свою державу мне это просто сейчас они в состоянии они в когда захватили чужие территории украины они вернутся к историческим границам это будет нормально почему нет ну все равно ну как бы жалко жалко что жалко непонятно верно дряшалел деникин хама их надо было брозгать да плетьми признание америки москвея принус пивная еще парочку присылка удалена ссылка да дурака валяя разговаривает разговаривает да дурака валяя разговаривает разговаривает почему же тогда утилитарным государством великобритания утилитарное государство германия утилитарное государство у них есть один уровень интеллекта у миколы рушниц и на самом деле это геннадий хазан по-моему так его фамилия это уровень интеллекта креветки из азовского моря хороших передали 1922 році в воронежской области а в двадцать втором году липска область где было в австрове англии опа так это не было но ищих в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо без лишнего шума узнай кто сейчас здесь стримит зарабян первый секретарь армении первый секретарей обкомов камчатского белгородского и волынского воробьев из краснодара приедет завтра а вот с ним и зарабянам завтра совместный стрим но ты мне улица родная и мне погоду дорога